Каверкар 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 Пчет шампанская любовь, и взор туманится слегка, И все как будто по-другою, и все как будто на века. Крест деревянный и чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте тебе юной любови вечной на земле. Не обещайте тебе юной любови вечной на земле. Не обещайте тебе юной любови вечной на земле. Любови вечной на земле. АПЛОДИСМЕНТЫ Декабристы нашли в Забайкалье не кару, а спасение. Мятежный дух воспрял и смирился. Все плохое они оставили дома, а сюда привезли самые ценные. Книги, образование, искусство. Первые школы, первый городской план, первые огороды, библиотеки, карты. Декабристы обживали эту землю не хуже казаков. Но почему они не потеряли веры в будущее? Почему не опустили рук закованных в кандалах? Потому что вслед за ними поехали они, жены декабристов. Первой в чету прибыла Екатерина Трубецкая. Незадолго до этого она написала мужу. Я право чувствую, что не смогу жить без тебя. Я все готова снести с тобой. Не буду жалеть ни о чем, когда буду вместе с тобой. Меня будущее не страшит. Спокойно прощусь со всеми благами светскими. Одно меня может радовать — тебя видеть. Делить твое горе и все минуты жизни своей тебе посвящать. Страшусь, чтоб тяжкая твоя участь не показалась тебе свыше сил твоих. Сергей Трубецкой не звал жену к себе. В ответном письме он написал. Друг мой милый, не бойся на мой счет. Я себя схороню. Надеюсь, что здоровье мое будет продолжаться хорошо. Ангел мой, не мучься мыслью, что, делив счастье со мной, Ты не делишь страдания. Счастье и страдания — разные вещи. Неужели они не одинаковы для тебя? Только с разницей, что не ты их виной, а я, я их виновник. Этого страдания дай Бог тебе, моя милая, не разделить со мной. Будь всегда покорна Богу. Надейся и уповай на Его. И все-таки она разделила страдания. Екатерина Трубецкая увидела мужа 10 февраля 1827 года. Вслед за ней отправилась Мария Волконская. Ей было 18. 18, когда произошло восстание декабристов. Ее мужа Сергея Волконского осудили на 20 лет каторги. Несмотря на юную судьбу, маленького ребенка, проклятия родителей, мольбы, Она бросила все и отправилась за ним. Добравшись до четы, Мария записала в дневнике вот эти слова. Бряться не его цепей поразило меня. Я не знала, что он был в кандалах. Суровость этого заточения дала мне понятие о степени его страдания. Вид его кандалов так воспламенел и растрогал меня, Что я бросилась перед ним на колени, Целовала его кандалы, а потом и его самого. Забайкалье – край декабристок, Край женской силы и подвига, Который продолжается и по сей день. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...